У него видимо интернета там нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы слушаем прекрасную Харикатху сегодня DimaTorzok 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 Итак, наш подлинный вайшнавизм покоится на количестве нашей трансцендентной веры. Итак, в Писаниях говорится, кто такой Уттамадхикари вайшнав. Также, кто такой Матьяматхикари вайшнав. В Писаниях расписывается все это. Поэтому, читая, мы должны иметь веру в шастры и в слова нашей Гуру Варги. Без веры мы не можем практиковать Бхакти. Так мы начинаем с Шрадхи, потом Саддусанга, Бажана, Крия, Нарханеврити, Ништха, Ручча, Сакти, Пава и Пряма. Таким образом, мы можем обрести Кришну прямо, следуя по всем этим ступеням. Так Бададжива, обусловленное живое существо, начинается с Шрадхи, продвигается по всем этим ступеням и имеет возможность обрести Кришну прямо. И все эти стадии Бхакти приходят постепенно. И среди них вера самая главная вещь, поскольку вера это позвоночник Бхакти. Наши ступени развития в Бхакти начинаются с первой ступени, которая называется Шрадха, вера. Поскольку ничего мы не можем делать без отсутствия веры, поэтому вера очень важна. И в то же самое время мы совершаем Нама Бхаржин, воспеваем святые имена. Сакти, Пава и Пряма Бхаржин, воспеваем святые имена. Сакти, Пава и Пряма Бхаржин, воспеваем святые имена. Так мы должны прести сильную любовь и преданность к святым именам. Вначале к Шигуру и Вашнавам. И все это придет благодаря воспеванию святых имен. Да, мы воспеваем Нама Бхаржин. Просто необходимо продолжать повторять святые имена. Постепенно наше воспевание улучшится и мы начнем воспевать тень святого имени. Так здесь сидят множество Вашнавов. Поэтому мы очень удачливы, что мы сидим у лотосных стоп Вашнавов. Поскольку они о лицетворении всей любви и преданности. Ваши мы не хотим, чтобы мыслим и престижим. Мы все это не хотим, чтобы мыслим и покушать. Мыслим и престижим, что мыслим и пренажем. Продолжение следует... 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 Таков наказ саду. Также мы должны следовать икадыше. Следовать всем наставлениям саду. Один из проповедующих наших вальшнавов в старшей линии, Гуру Варги, всегда говорил, не делайте свой рот помойным ведром. Не ешьте все подряд. Разбирайтесь в пище, которая приходит к вам. Старайтесь честь чистые продукты. Оставьте поедание мяса, рыбы, яиц. Следуйте тому, что провозглашают Писание. Подобным образом, как мы предлагаем Ги во время Яги, вливая его в огонь. Должным образом, мы должны класть свой рот только Прасадом. И воспевать святые имена Харе Кришна Махамантру. Необходимо предлагать своему языку Маха Прасадам. Подобно тому, как Ги вливается в костер во время жертвоприношения Яги. Маха Прасадам. Маха Прасадам. Мы сталкиваемся с множеством еды. Еда может быть чистой и нечистой. Мы должны принимать только чистую пищу. Поскольку без Маха Прасадов невозможно достичь Харе, нужно принимать Прасад. Маха Прасадам. 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 Так Боговон дает нам все, что необходимо, и еду, которую необходимо. Бхагаван создает все условия. Уже заранее известно, до рождения, что произойдет с нами в жизни. Так мы поддерживаем во время, момент рождения свое тело, благодаря молоку матери. Ребенок получает грудное молоко матери. Даже сам Боговон принимает грудное молоко своей матери. Также все люди, которые рождаются, они принимают молоко из груди матери. Также мы видим, что телята пьют молоко своих матерей. Даже тигрица кормит своих малышей, тигрят своим молоком. Только благодаря рождению. Все живые существа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...